Друзья, привет всем! С вами Ирокес и сегодня мы вместе посмотрим, как коктает самый лучший, самый топовый игрок Китая и, по совместительству, игрок лучшей команды в мире. Этакий азиатский Ваня Убах и давайте же посмотрим, на что этот парень способен. Располагайтесь, друзья, поудобнее, приготовьте вкусняшки, не забудьте поддержать данное видео лайком и подпишись, дружище, если ты все еще не подписан. Мне совсем капельки не хватает для 200 тысяч, ты можешь в этом помочь. Ну и, конечно же, ребят, погнали! Друзья, карантин уже вам надоел и компьютерные игры перестали приносить такое удовольствие и тот адреналин, который раньше, ничего страшного. Ведь есть выход, у моих друзей компании 1Х появилось большое количество событий и интересных ивентов, которые помогут вам не только отлично провести время, но и, если повезет, то еще и поднять свой кэш. А по промокоду Ирокез, который вы найдете в закрепе, вы получите до 100 евро бонусом. Поэтому всем удачи и спасибо! Перед вами игрок с ником P.O. Это парень, который катает в команде Genji Gold. Та самая команда, которая взяла предыдущий главный турнир PGC 2019. И на данный момент считается наиболее сильной командой в мире по плееранонс Баттлграундс. Пока что этот титул у них никто не отвоевал, потому что в 2020 еще главного турнира не происходило. Но, тем не менее, ребята доказали, что они очень жесткие и перед вами их наиболее сильный игрок. Их, скажем так, флагман и человек, который признан как по турниру, так и в принципе у них в Китае наиболее жестким, наиболее скилловым и наиболее лучшим. Ну и что самое главное, что самое важное вы можете сейчас здесь видеть, нет какой-то, знаете, показушности, нет каких-то таких приколюшек, которые мы привыкли видеть у различных стримеров. Нет, скажем так, контента, дерганий, каких-то приколов. А максимальная эффективность. То есть человек играет на результат, он понимает, что это его профессиональная деятельность и он вот просто потеет. Вот каждую катку потеет вообще максимально так усюка. И еще надо отдать должное, что это не совсем обычные, скажем так, катки, как у нас, потому что на Азии, именно вот в ФПП-скват режимы, там это немного другой мир. Потому что там люди, они прям, знаете, потеют вот супер жестко и практически каждый скват, каждый стак пытается показать себя и пытается выжать все по максимуму. И играет, естественно, только сквады, поскольку, опять же, для него PUBG это киберспортивная деятельность и другой режим ему даже так по фанчику не нужен. Даже если у него нет команды, то, ну вот в нынешний момент, когда он накатывает, то он играет соло против сквадов или там еще может с какими-то миксами, еще что-то. Но практически всегда именно этот режим. Тренируется он по 10 часов в сутки, дорогие мои друзья, для того, чтобы вот так вот наигрывать, для того, чтобы стать лучшим игроком Китая, нужно, ну, примерно такое количество времени. Ну и за счет этого стрельба у него просто на великолепнейшем уровне, то есть он всегда держит прицел на сопернике, неважно как тот двигается, зажимает на дистанции вплоть там до 200 метров. Вот здесь смотрите, как он эмку контролирует, для него соперник вообще не является чем-то таким значимым, чем-то серьезным. Он в соло выносит целые сквады, при этом периодически не получая даже урона. Вот вышел на типа, сразу же моментально две головы, тут просто прицел соперника не сходит. Короче, ну механические навыки, естественно, на высшем уровне. Но для того, чтобы не было, как бы, вопросов, все-таки, сами понимаете, азиатские сервера, как-никак, он поставил камеру на свою мышь, на свою руку, но сомневаться в порядочности этого игрока, что он играет без софта, вообще не приходится, потому что он отуграл огромнейшее количество турниров. На таких крупных турнирах проверяют вообще все, чуть ли в очечу не залазят, и поэтому, если человек показал себя среди профессионалов так, что его команда заняла первое место, то на каком-то обычном паблике во время тренировок он, естественно, не будет никогда и никак использовать софт. Тут, я думаю, это должно быть и так понятно. Здесь, гляньте, немножечко не справлялся с СЛРом, чуть не отлетел, но бывает и такое, неважно, насколько вы машина, не попадать может иногда всякий. Главное, что на дистанции, ну или вообще, как вы с этой ситуацией справляетесь. Вот здесь уже немножечко психанул и даже в прыжке нокнул типа, хотя мог спокойно отойти чуть дальше и нормально себя чувствовать. Но в основном, естественно, играет, вот знаете, так, как правильно. То есть, если вы хотите понять, как лучше как раз-таки отыгрывать сквады, как правильно действовать в той или иной ситуации, то, естественно, ссылку на его канал я оставлю. К сожалению, полных стримов у него, естественно, нет, потому что он стримит не на Твиче, а на какой-то другой платформе, и там не так уж все легко найти. Но, тем не менее, на Ютубе он периодически выкладывает полные катки от его лица. Так что, если вы как раз-таки хотите поднабрать себе скилла в PUBG, особенно в сквадах, то наблюдать за этим парнем, это прям то, что нужно. Ну и, да, некоторые его сравнивают с нашим, скажем так, Ванью Бахом, потому что у них довольно-таки похожая, скажем так, манера игры, что вот они действуют, вот знаете, просто тупо на результат. Вот обратите внимание, совершенно не берет снайперских винтовок, естественно, играет только с ДМРками, потому что, ну, на профессиональной сцене это даже не обсуждается. Ну и, понятное дело, что всегда отыгрывая тот позиции, никогда там, ну, не, ну, может, иногда, понятное дело, ошибиться, полезть туда, куда не нужно, но в большинстве случаев действует так, как это было бы лучше ему, так, как это было бы лучше команде, не делает каких-то таких глупых действий просто ради прикола, как многие из нас это любят. Ну и, естественно, просто в соло может закрывать сквады, а когда они заходят с командой на обычный азиатский паблик, то там статистика просто бешеная, пацаны, ну, не то чтобы развлекаются, но, понятное дело, врагов особо не чувствуют. Также, естественно, многих интересуют девайсы и настройки сенсы данного человека. Мышь у него ZOE FK1 и сенса на ней 400 DPI, ну, а настройки в игре я выведу скриншотом, но там все на одно значение, на 39, по-моему, если я не ошибаюсь. Короче, скрин увидите, сами посмотрите, ничего сверхъестественного, но напоминаю, друзья, что просто глупо копировать настройки какого-то человека не поможет, нужно брать их под себя и просто взяв и поставив себе его сенсу, вы не станете, к сожалению, пиво, вот, хотя было бы, наверное, неплохо, но, тем не менее, для этого еще нужно вот 10 часов в день потренироваться несколько лет подряд, и тогда будет нормально. Ну, и теперь давайте же посмотрим за теми моментами, которые он сам решил нам показать, которые он сам посчитал лучшими, ну, и в основном, опять же, повторюсь, они не являются какими-то суперяркими, они просто являются тем, как он выходит и уничтожает вот этого пацана, говорит, здорово, парень, вот, ты вот хочешь со мной поговорить? Нет, уже не хочешь, а ты хочешь? Давай, а ну-ка, где ты тут? Все, привет, я тебя с калаша заспреил, мне вообще, мне вообще не тяжело, я, дружище, на любую дистанцию, говорит, спрею так, как вот надо, то есть, хочешь, поставь макрос, и все равно будешь спреить хуже, чем я, вот ты вот бежишь, сколько, сколько этот тип пробежал? Два метра или сколько? Ну, понятное дело, что прям ТТК и вообще показатели именно технической стрельбы у этого парня, ну, на высоте, то есть, он ведет прицелом по упреждению четко за соперником, когда тот двигается, когда враг на месте, то там вообще моментально, вот тип еще не успел развернуться, он уже отлетел, так, как будто бы он стоял от него в метре, а там расстояние было практически под полтинник. Здесь вообще непонятно, как он убил этого чела, что он сделал, хрен просышь. Тут понимаешь, что у человека перезарядка, он от него пытается убежать, но Пио говорит, нет, ты от меня, дружище, не убежишь. Здесь мы видим Берилл, но вообще, естественно, предпочитает, как и большинство игроков, М416. Кстати, многие спрашивают, почему Берилл же, типа, мощнее, и пусть его, да, тяжелее контролить, но для вот такого, например, парня, как Пио, это не является чем-то сложным, да, и каким-то вызовом. По факту, да, но Берилла много других трудностей. Плохая баллистика, то есть тачки не очень удобно высаживать. Также все-таки за счет более неприятной стрельбы, за счет того, что его очень сильно качает, вы не можете стрелять там на 150, на 200 метров, как вот этот вот тип. И за счет этого все предпочитают старую, добрую М416, чтобы вот так, когда проезжает мимо вас мотоцикл, вы спокойно с одного рожка высаживали обоих игроков, а не одного или там вообще никого, если бы это был Берилл М762. Ну и тут, опять же, просто идеально наспреивает, просто правильно выходит, первый перенимает инициативу у соперников, естественно, не сидит в каком-нибудь тубзике или кусте в опровергенность, скажем так, многим, кто думает, что типа вот раз азиат, значит, должен лежать. Ну, вообще, они так и делают на своих серверах, но не в ФПП режиме, дорогие мои друзья. Здесь прямо вот пацаны выходят друг на друга, ну и, естественно, особенно пиво очень уж, очень уж дико показывает, что вот если ты, дружочек, вот так вот лег, то тебе долго прожить не получится. Я тебя, усюка, замечу. И после этого можно обратный отсчет в таймере измерять, потому что больше нескольких секунд точно тип не проживет. Кстати, обратите внимание, не спреет с СЛР, как, например, какой-нибудь Фрогман. Она стреливает четко так по пулечке, аккуратненько, но при этом имеет плюс-минус такой же результат. Вот тут прям в пиксель зажал чела, его даже видно не было, а он все равно смог его расстрелять. Кстати, вот, да, важная тема, тоже обращал внимание, когда наблюдал за его игрой, он не использует практически на АР-ке прицелы увеличенной кратности. То есть он всегда играет с каллиматором, если нашел, но если не нашел, то голограф, 2Х, то есть он не бегает с тройкой, с четвертой, как это имеется мета. Не знаю, почему, когда с ней действительно удобней на вот такие дистанции, но здесь может быть просто сила привычки. Очень часто бывает такое, что профессионалы играли очень долго с какими-то одними вещами, уже настолько сильно к ним привыкли, что не хотят адаптироваться к чему-то новому, но это не значит, ребят, что вам не стоит. То есть, да, если вы любите играть с 1Х прицелом, то попробуйте, как Пио, его довести до такого уровня, чтобы настреливать на 200 метров, но если вы, как бы, новенький в этой игре, осваиваете всю эту стрельбу, то не побрезгуйте, попробуйте поиграть с тройкой, с четверкой, поверьте, результат вам может понравиться. Ну, а если нет, то вот просто вот так же берете ДМР-винтовку и настреливаете по головам. Также, кстати, естественно, но это вообще не обсуждается, но раз уже, ага, это ему, видать, заднать или 1000 евро, или 1000 долларов, ну так далее. Да, естественно, просто обращу внимание для новичков, любой... Лё, Лёша говорит... Ну, давайте поддержим человека, всё-таки крупную сумму задонатили. Вот, естественно, любой более-менее опытный игрок это знает, но для новичков, если вдруг вы не в курсе, то всегда целится в голову. С любого оружия не стреляет, ну, старается, по крайней мере, пытаться не стрелять по телу, всегда его спрей идёт ориентировочно в бошку, а там уже как пойдёт, то есть он не стреляет там по ногам, по телу, а, понятное дело, только вверх. Здесь сейчас, по-моему, будет сковородка, да, это будет отличнейший вариант там завершения данного видоса, просто говорит, здорово, братан, мы тебя зафлэшили, и вот что будет, если ты будешь лежать на азиатском сервере ФПП. Шикарнейший финал. Ну что же, друзья, надеюсь, данный видос вам понравился, желаю вам отыгрывать, как этот парень, ну и, конечно же, счастья, здоровья, удачи, всего самого наилучшего, и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.